Приветствую, друзья! Посмотрите, какая у меня прекрасная картина. Ангел-велосипедист. Вот он с какой-то прекрасной вестью катится к нам. Фонарик у него, видите, там светится, колёса крутятся. Как говорил мой друг Роман Газенко, который скоро будет у меня в гостях, это колёса Сансары. Ну, это метафора. На самом деле я сейчас буду проводить вебинар, где я вам расскажу, почему Зельдин, великий актёр, в 101 год выходил на сцену. Чем он таким занимался, что ему это позволило жить столько, сколько он хочет, и работать творчески. Вы представляете себе, не просто 101 год человеку, а на сцене, где все его видят. Чтобы вы были такими, чтобы вы владели секретами творческого долголетия и могли в момент удара какой-то судьбы вот эти колёса Сансары крутились у вас с вашим фонариком в нужном направлении. Для этого у нас вебинар сейчас состоится. И там как раз я буду вам показывать, как закодировать оптимальное состояние творческое, которое вы в жизни испытывали, мы его воспроизведём, закодируем. У каждого персонально будет индикатор напряжения, которым он научится пользоваться. и переводить из шторма и хаоса мыслей в порядок, в состояние глубокой безмятежности, и в этом состоянии запомнить этот персональный код, который вам позволит в любое время, при любом ударе судьбы, когда вы теряете себя, выходите из себя, забываете, что надо делать, чтобы мгновенно вспомнить то, чему я учил и доктора Накамоцу, известного, известного в мире изобретателя японского, который был у нас в гостях в Москве на Архимеде очередном, и который был у меня три дня в гостях. А потом я вам подскажу, как известнейший в мире, имеющий больше всех изобретений в мире подкатилин, находит в себе состояние, когда вопрос, который его волнует, он открывает в себе чувство уверенности, что вопрос этот решаемый, и тогда включаются все бессознательные, сознательные ресурсы для решения волнующего вопроса. А я вам это всё подскажу, научу, и каждый из вас может это делать. А теперь ещё раз посмотрите на мою картину. Ну, я считаю, что она прекрасная. У меня все картины с несколькими смыслами. До встречи, друзья!